Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся со сборником истории, который называется Bad Time Stories for Little Children от всемирно известного издательства Osborne. Данный сборник, как вы видите, квадратный, он от 25 на 25 см ориентировочный. Сборник в твердой обложке, обложка дутая, странички мелованные. Всего в сборнике 133 страницы. Данная книга содержит 5 историй. Все истории отлично подойдут для чтения перед сном. История про мышку-невесту, сказ про поющую сову, про доброго дракона. Все это поможет малышам окунуться в мир волшебных грез. В сборнике содержатся истории совершенно разных авторов и иллюстраторов. Все рассказы повествуют о жизни животных. Рассказы длиной примерно по 30 страниц. Давайте теперь подробнее посмотрим, о чем повествует каждая из историй данного сборника. Первый рассказ называется The Mouse's Wedding. Это народная история, передаваемая из поколения в поколение. История про семью мышат. В клоне которой растет маленькая мышка. В итоге она вырастает и ей приходит время выходить замуж. И вот папа-мыш старается найти самого могущественного мужа. Они обращаются к облаку. Узнают у ветра, кто самый могущественный. И в итоге приходит к выводу, что самым подходящим, самым сильным мужем для мышки будет такой же мышонок, как и они сами. И в конце истории мышата играют в свадьбу. И приглашают на свадьбу своих новоиспеченных друзей. Это солнышко, облака и ветер. Следующая история называется The Reluctant Dragon. Эта история основана на рассказе, который написал Кеннет Грэм. История дана в пересказе. Вообще, Кеннет Грэм, как вы знаете, именно из-под его опера вышла всемирно известная книга «Ветер в ливах». Данная история рассказывает о драконе, который жил неподалеку от деревни. И жители деревни очень его боялись. Боялись все, кроме одного маленького мальчика. Маленький мальчик с ним подружился. Дракон оказался совершенно безобидный. И вот он пытается в течение истории найти способ, как ему сообщить о том, что он у мухи не обвинет жителям деревни. А жители деревни все равно его очень боятся, хотят с ним сражаться. Но в итоге дракон находит путь, как бы ему так подружиться. И они становятся... Остаются в очень добрых отношениях с жителями близлежащей деревушке. Следующие две истории, на них хочу обратить особенное внимание. Называется первая история «The Turtles and the Eagle». И следующая история будет называться «The Ant and the Grasshopper». Мы ее чуть позже посмотрим. Эти две истории – это истории баснописца Зопа, живущего еще до нашей эры. Даны они, конечно же, в пересказе. Зоп писал всемирно известные басни, главными героями которых являются животные. В конце каждого повествования есть мораль. Некий урок для читателя. Данная история рассказывает о черепахе и о орле. Черепаха была недовольна тем, кем она родилась. Она всегда хотела летать в поднебесе. И вот однажды орел помогает ей существить свою некую мечту. Берет черепаху с собой в небо. И после этого полета черепаха понимает, что она счастлива быть именно самой собой, черепахой. И это то, что предназначено и в ее жизни. Следующая история баснописца Зопа называется «The Ant and the Grasshopper». История повествует о кузнечике и маленьком муравьишке. Муравьишка все лето готовится к зиме, готовит съестные припасы, строит себе теплый домик. А кузнечик все лето прыгает, играет и совершенно не заботится о том, что будет, когда наступит холода. И в итоге наступает холодное время года. Муравьишка полностью доволен своей жизнью. Он в теплом домике, накормленный. А кузнечик замерзает под листочком и страдает от голода. И в итоге кузнечик решает прийти к муравьишке, попроситься к нему, чтобы покушать и согреться. И муравьишка очень по-доброму помогает своему другу. Он в конце истории его накормил и обогрел. Очень эта история похожа на басню Крылова «Стрекоза и муравей». Последняя история в данном сборнике называется «The Owl and the Pussycat». Эта история написана Эдвардом Лиром, живущим более 150 лет назад. Именно он основатель поэзии и бессмыслицы, то есть абсурдных по сути рассказов. Его история весьма необычная, с непредсказуемыми поворотами сюжета. Эта история написана в стихотворной форме, единственная в данном сборнике. В принципе, история рассказывает о кошке и сове, которые решают отправиться в путешествие по морю на небольшой лодочке. Они берут с собой гитару. И в течение путешествия они очень сдружились и влюбили друг друга, решают пожениться. И вот сова думает, где бы взять кольцо, чтобы сыграть свадьбу. Ищут, ищут они кольцо, в итоге попадают на остров, где встречают некую свинку, у которой в носу было кольцо. И вот они это кольцо у свинки покупают за несколько монет. И следующий герой, встречающийся в истории, это индюк, который сочетает их брак. Вот такая весьма необычная история. Здесь они уже празднуют создание новой семьи. Как вы видите, эта история гораздо проще в плане текста, по сравнению с остальными историями в данном сборнике. Здесь всего буквально по одному предложению на страничку. А в предыдущих историях там около двух до шести предложений на страницу. Я бы рекомендовала этот сборник детям от трех с половиной лет и старше. Так как истории в сборнике нелинейные, сюжет уже более запутан. Используются такие понятия, как свадьба, тайные договоренности. Это будет понятно уже деткам старше трех лет. С уровнем языка можно начинать читать с начальным. И детям с более высоким уровнем языка тоже будет очень интересно ознакомиться с историями в данном сборнике. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!